Двое суток форель находилась в рассоле, теперь вот она готова, и сегодня мы будем ее коптить. Чтобы закоптить форель, мы ее разместим вот в такой вот сеточке для копчения. Это сетка диаметром 15 сантиметров, надеюсь, что этого хватит. Я отрезал необходимый кусок, и сейчас я эту форель засуну в эту сетку, чтобы потом подвесить в домашнюю коптильню. Вот форель в сетке, и теперь я ее размещу в коптильне, и буду коптить. Итак, сейчас в коптильню, необходимо засыпать щепку, будем коптить на ольховой щепе. И сюда достаточно таких три крупных жменьки на вот эту рыбину. Ставим поддон для сбора жира, чтобы жир, капающий с рыбой, не попадал на длеющие угли. Иначе это будет дым, час, чтобы выигачки рыбы потеряются. И теперь нашу форель необходимо будет подвесить на крючочке и разместить в коптильню. Отправляем нашу форель в коптильню, и коптильню поставим на угли. Коптиться рыба будет в течение 30 минут на углях. Ну вот, в коптильне коптится форель наша, а рядом стоит утятница с картошечкой в мундире. Достаем форель из коптильни. Вот она, копченая форельечка, вкусненькая. Сейчас попробуем. А рядом я запек вот так вот в чугунную картофель в мундире. Вот эту форель горячего копчения я только что закоптил в коптильне, коптил на углях, в сетке для копчения. Вот видите, еще следы от сетки остались. Чем удобно коптить в сетке? Во-первых, не надо ее перевязывать, просто засунул рыбу в сетку. Сетка формует рыбу, это была сетка 15 сантиметров в диаметре. Она придает ей определенную форму, позволяет выйти лишние жидкости ненужные. И очень легко ее подвешивать. Взяли просто за сетку, закончить подвесили, и она спокойно коптится. Коптить рыбу, а также мясо в сетке для копчения легко и просто.